Давным-давно 9 одинаковых книг стоили 11 рублей с копейками, а 13 таких книг стоили 15 рублей с копейками. Сколько стоила одна книга? Как обычно перед просмотром, жмите паузу, пробуйте решить. Давным-давно, так же как и сейчас, 1 рубль был равен 100 копейкам. Для решения задачи обозначим стоимость одной книги через x рублей. Тогда 9 таких книг будут стоить 9x рублей и по условию это должно быть равно 11 рублям с копейками. Но 11 рублей с копейками это больше 11, но меньше 12. А 13 таких же книг, то есть 13x, по условию должны быть равны 15 рублям с копейками. То есть это будет больше 15 рублей, но меньше 16 рублей. Теперь оценим стоимость одной книги, используя каждое из неравенств. Для этого все части первого неравенства разделим на 9, а все части второго неравенства разделим на 13. Тогда x из первого неравенства будет больше 11,9, но меньше 12,9. А из второго неравенства x будет больше 15,13, но меньше 16,13. Попробуем перевести левые и правые части обоих неравенств в рубли и копейки Для этого нам придется поделить в столбик Для начала 11 на 9 Берем по одному Сносим 0 Ставим запятую Берем по 2 Снова берем по 2 И так далее до бесконечности То есть в результате мы получаем 1 и 2 в периоде Что в переводе на рубли и копейки означает Что это больше 1,22 То есть это больше 1 рубля и 22 копеек То есть левую часть первого двойного неравенства Так и запишем Х должен быть больше 1 рубля и 22 копеек То есть больше 1,22 Теперь найдем в рублях и копейках Правую часть первого двойного неравенства 12 делим на 9 Получаем 1,3 в периоде То есть это число будет больше 1 рубля и 33 копеек А это значит, что само значение переменной х может быть меньше либо равно 1,33. Аналогично оценим стоимость одной книги из второго неравенства. Делим столбик 15 на 13. Берем по одному. Вычитаем, получаем 2, сносим 0, запятая. Еще раз по одному. Теперь по 5. И так далее. То есть, х должен быть больше 1 рубля 15 копеек. То есть, больше 1,15. Для правой части второго неравенства делим 16 на 13. Берем по одному. Вычитаем, получаем 3, сносим 0, запятая. Берем по 2. Вычитаем 26, получаем 4, сносим 0. Берем по 3. Вычитаем 39 и так далее. То есть, правая часть второго неравенства оказалась больше 1 рубля и 23 копеек. А это значит, что само значение переменной х может быть меньше либо равно этому числу. То есть, меньше либо равно 1,23. Покажем возможные значения переменной х на числовой оси. И найдем пересечения получившихся промежутков. То есть, значение переменной х должно быть больше 1,22, но меньше либо равно 1,23. А это значит, что в рублях и копейках х может принимать только одно возможное значение. То есть, с округлением до сотых, в нашем случае до копеек, нам подходит только одно возможное значение переменной х. Пишем ответ. Одна книга стоит 1 рубль и 23 копейки. Задача решена. Кто разобрался, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал.